коллеги всем добрый день давайте начинать наш вебинар меня зовут александра коробицына я ведущий разработчик на 1с зарплатных программ бухгалтерских и рп зуб уха и других других программ 1с сегодня на вебинаре я вам расскажу что такое 1с фреш наш план сегодня поговорим что такое 1с фреш как работать как добавлять пользователей можно ли делать доработки в сервисе возможно ли настраивать обмен между базами в сервисе и с локальными чем обмен и с локальными базами и или как их называют еще земными базами и базами в облаке между собой повторюсь что если будут вопросы то можете сразу же писать в чате по ходу вебинара я потом к ним вернусь так 1с фреш или как изначально его называли 1с предприятия или официально называется 1с предприятие через интернет что это 1с фреш это возможность использовать функционал программ 1с без непосредственно ее установки на компьютер 1с фреш это облачный сервер которому пользователь подключается и работает в программах 1с говорят еще работает в облаке фреш или облачный работать в облаке и облачной 1с работать в облаке фреш можно через веб-браузер или через тонкий клиент работать через тонкий клиент рекомендовано так как там меньше ошибок возникает именно в соединении да с фазой сервера и разрешение на самом деле намного больше поэтому рекомендуется использовать тонкий клиент работа через тонкий клиент очень похожа на самом деле на работу в земной локальной базе то есть сейчас если вы работаете в 1с у вас есть ярлык на рабочем столе вы запускаете у вас 50 баз или там одна ваша база рабочая открываете и работаете с тонким клиентом при работе через тонкий клиент во фреша то же самое у вас тоже ярлык на рабочем столе вы его нажимаете у вас 50 баз выбираете нужную базу фреша и запускайте то есть процесс очень на самом деле схож он и рекомендуется и удобнее когда переходите во фреш чтобы как будто бы ничего не изменилось но на самом деле база находится на сервере на веб-сервере а для установки тонкий клиент установки тонкого клиента 1с лицензия не нужна нужно просто его скачать сайта установить дистрибутив пошаговым мастером установки подробная инструкция есть на том же сайте фреша ссылку указала на слайде можно найти не работает сейчас пока сайт с поиском технические работы ведутся в любом случае ссылка на слайде указана можно прям так же я сейчас водила на сайте поиск найти установку клиента будет та же самая инструкция там с картинками пошагово объясняется и ссылка до скачивания этого тонкого клиента то есть лицензия не нужно просто скачать установить и у вас уже будет ярлычок 1с и можно будет пользоваться открывать базой работать сама база 1с при работе во фреш находится на сервере у провайдера 1с и клиент получает ее в аренду поэтому лицензия нужно платится за доступ к 1с арендуется так скажем лицензия для того чтобы работать в 1с пользователю не нужно покупать мощные компьютеры саму программу и клиентские лицензии для полноценного доступа к облачной 1с нужна только подписка на 1с и и подключение к интернету с любого устройства будь то компьютер ноутбук планшет смартфон кто же бухгалтерии например если вы пользуетесь бухгалтерией во фреш есть отдельное приложение мобильная бухгалтерия то есть та же сам бухгалтерия только у вас будет на телефоне и про доступ к интернету тоже хотелось бы добавить туда 1с фреш необходим доступ к интернет но бывают случаи когда сбои с интернетом или вы знаете что где вы работаете за компьютером на пути работы что там бывают сбои и интернет попадает в общем технически это возможно или плохая плохая связь плохого качества соединения интернет то в этом случае в той же бухгалтерии например есть функционал автономного рабочего места когда вы можете работать можно и воспользоваться работая вопрос в этом случае когда потеряется связь с интернетом вы продолжаете работать и как только интернет появляется у вас данные автоматически попадает в базу обновляется все как положено то есть дополнительно никаких действий делать не нужно но здесь уже понадобится лицензия 1с чтобы автономное рабочее место работало то есть даже в случаях когда плохая плохой интернет плохое качество соединения тоже можно настроить работу и все равно работать в облаке фреш это редко но бывает и очень даже выручает такие случаи в основном все кто работает вопрос стабильный интернет и работать с любого уголка уголка света так скажем в чем еще плюс фреша во фреше не нужно следить за обновлениями самих программ не нужно задумываться о совместимости платформы и беспокоиться о резервных копиях делается все автоматически проходит обновление причем на сайте фреша он всегда уведомляет что в какой-то период в основном это ночью будут проходить за технические работы скорее всего именно обновления кто работает локальных версиях знает что для релизов и обновлений последнее время тоже частенько это было особенно что необходима новая версия платформа то есть нужно не только обновить программу еще обновить платформу здесь работаем фреш и вам об этом думать не нужно фреш сам за этим смотрит сам следит сам обновляет предварительно предупреждая когда будут свестись работы на обновлении будь то платформы будь то базы резервное копирование тоже настраивается и выполняется автоматически через личный кабинет мы о нем поговорим еще чуть позже можно строить резервные копии и в любой момент получить базу резервных копиях из резервных копиях покажу чуть позже как это делается на данный момент во фреш доступны порядка двадцати двадцати двух конфигураций среди которых есть и самые востребованные программы бухгалтерия зарплата унывка и розница и ерби также есть и отраслевые решения на слайде я указала ссылки можно еще на самом деле государственных учреждений можно посмотреть а на сайт с вами заработал так государственных учреждений отраслевые бухгалтерия предприниматель при нашей фирме розница старенькая розницы мы уже на самом деле не пользуются и кассах клиенты до до государственных учреждений у нас с вами доступна и бухгалтерия и зарплата гос учреждения еще комит зарплата на бюджетных учреждений отраслевые строительные насколько помню сельскохозяйственные предприятия и по жкх идем дальше как и так как начать работу в сервисе 1с фреш первое что нужно сделать это запросить приглашение для регистрации у организации партнера то есть вы работаете в 1с значит есть организации у которой вы партнер 1с который вы купили или кому вы платите за подписку за обновление те же самые программы 1с и у нее у этой самой у этой же организации необходимо запросить приглашение для работы во фреш любого партнера то есть сами вы не можете отправить себе приглашение только если у сайта на сайте у партнера нет отдельной кнопочки получить фреш получит доступ к бинес бесплатно и что-то в этом роде то есть чаще всего это организация которая обслуживает 1с они имеют доступ и к фрешу обработать предоставлять доступ к фрешу первая регистрация почему кнопочка говорю получить фреш бесплатно 30 дней или 1с 30 дней потому что первая регистрация дает вам 30 30 дней бесплатного тестового периода без оплаты естественно эти 30 дней многие используют для того чтобы перенести базы как раз таки своей для работы то есть работа есть те кто используют для знакомства и смотришь что там как смотрят как это работать во фреш через тонкий клиент как это выглядит удобно неудобно только 30 дней кто-то использует по назначению как ознакомительный кто-то сразу же использует для работы просто за эти 30 дней нужно платить а дальше уже идет подписка кстати говоря если есть подписка и тест проф то вообще не нужно ничего доплачивать для того чтобы работать в пресс вы можете в рамках этой же подписки а вы уже платите переходить работать работать во фреш там может быть нюанс с доплатой только если у вас много пользователей потому что насколько я помню подписка проф дает 5 я не продажники разработчик 1с но насколько я помню подписка проф это 5 сеансов 5 пользователей если у вас больше больше пользователей 1с то за дополнительные там можно будет доплачивать а так за доступ 1с фреш платить не нужно вы уже платите подписку это льгота до сих пор такой такая возможность бесплатного использования до сих пор существует и так по приглашению то есть организация 1с партнер должен вам отправить приглашение на электронную почту в этом приглашении будет ссылка по которым необходимо перейти и там будет логин и пароль логин чаще всего это вот ваша почта по которой регистрировались и пароль будет сформирован автоматически можете изменить его на такой какой вы хотите да чтобы запомнить таким образом вы получаете доступ на сайт фреша у вас изначально будет выглядеть сайт так это я закрою предложение вот примерно так будет выглядеть его сайт единственное что у меня здесь есть база здесь вас будет пусто пусто вот у вас будет пусто приложение у вас не будет они здесь есть потому что их уже добавили будет пусто будет только квадратик с плюсиком добавить приложение можно добавить приложение отсюда нажав на плюсик выбрать что вам нужно бухгалтерию лэвку зарплату с какой вы хотите программы работать либо это можно сделать через личный кабинет личный кабинет можно перейти по ссылке одноименной ссылке их здесь две здесь шестеренкой чтоб сразу попадалось на глаза в моих приложениях и наверху тоже на самом деле ссылка личный кабинет ведет туда же в один личный кабинет фреша так давайте мы перейдем как раз менеджер сервиса вот и все кабинет выглядит следующим образом здесь тоже у вас должны появиться кнопочки добавить приложения у меня их нет потому что у меня ограничена здесь учетная запись для вебинара сделано на слайде у меня есть да вот войти в приложение загрузить базу в сервис добавить удалить приложение вот у меня эти кнопочки здесь скрытые их нет но на слайде можно увидеть кнопочка добавить то же самое добавить приложение что мы с вами смотрели здесь здесь на квадратике добавить приложение делать то же самое так загрузить базу в сервис перейдя по этой ссылке можно загрузить ранее выгруженный вашу базу в общем с данными с локальную базу но для загрузки берется определенный файл архив zip чтобы его получить нужно предварительно выгрузить из вашей базы где вы сейчас работаете формировать этот файл делается это не сложно да открываете базу в разделе администрирование причем не важно какая программа будь то розница уэнф как бы у тебя зарплаты из какой бы вы не переходили для работы в облаке фреша везде в разделе администрирование перейти в область сервис все и там указываете путь куда сохранить файлик и в итоге вы получаете файл zip и его нужно будет указать здесь если вы хотите перенести свою базу во фреш и продолжить вот туда во фреш а не создать пустую там с нуля и работать во фреш а что здесь важно здесь важно учитывать то что старую базу нельзя подгрузить так как у нас фреш всегда базу актуализирует обновляет и платформу то и локальная версия когда вы переходите для работы во фреш она должна быть свежая свежего релиза в данном случае на скриншоте вот у меня видно 3.0.160.22 то вам нужно свою локальную базу в которой вы работаете в которой хотите перекинуть во фреш тоже сначала обновить на версию 3.0.160.22 чтобы она была свеженькая и потом уже делать перейти в область сервис формировать сформировать файл и здесь вы укажете нажать на загрузку в базу в сервис дальше останется только дождаться процесса конвертации базы проходит в зависимости от объема базы сколько данных бывает быстро бывает нужно подождать но в итоге если у вас доступность здесь у вас будет написано конвертируется или загружается в итоге доступность если станет как используется то все можно работать в базе вам еще придет дополнительное уведомление на почту по которой вы регистрировались что база готова для работы и появится естественно в списке здесь и появится в списке моих приложений ваша база так идем дальше что еще хотела здесь добавить если в итоге во время тестирования или вы работали во фреш и решили что все по каким-либо причинам решили перестать работать во фреш и вернуться обратно на работу в локальной версии то тоже можно спокойно базу сконвертировать для работы локальной версии процесс очень на самом деле похож как и переход во фреш только в данном случае вам нужно будет пойти в администрирование предварительно выгрузить сначала выгрузить базу из фреша для того чтобы выгрузить базу можно перейти в архивирование это к вопросу архивации то что я упоминала ранее что можно настраивать автоматически здесь при архивации видно версии то что вот была версия 16 и видимо в этот период до 24 числа обновилась 1622 выбираете файл который хотите сохранить там последнюю копию например получить файл и у вас выгрузится файлик zip и этот файлик вы уже идете в локальную версию себя и делаете не перейти а делаете загрузить данные из сервиса сервиса здесь подробно разумевается именно вот фреш и здесь тоже фреш загрузка данных из сервиса вы выбираете этот архив zip и тоже дожидаете загрузки база у вас заново переоткроется и будет уже база с данными можно работать в локальной версии если необходимо было идти в сервисы для работы в локальную версию так дальше по пользователю личный кабинет 1с фреш или менеджер сервиса терминология фреша это менеджер сервиса даже когда с вами перечли личный кабинет да он называется менеджер сервис то есть это одно и то же что можно здесь сделать можно выбрать какие выполнить какие-либо действия с информационной базой добавить или удалить приложение то что вот я уже показывала удаление приложения делается по той же кнопочке рядышком удалить приложение также можно загрузить сервис в свою базу 1с предварительно выгрузив ее из локальной версии то что я ранее да объясняла а также можно управлять пользователем через менеджер сервиса управление пользователями идет в разделе который так и называется управление пользователями так оно находится а у меня не показано у меня здесь ограниченная версия поэтому здесь не видно но вот кнопочка активные пользователи и здесь же есть ссылка управление пользователями тоже синенькое с подчеркиванием просто у меня здесь доступа нету поэтому не показать управления пользователями и нажать на нее вы увидите список пользователей которые сейчас есть у вас на фреша если вы только зарегистрировались то там будете только вы больше никого не будет потом когда уже будете в процессе работы добавлять будете видеть всех всех кого добавлять потому что там можно добавить нового пользователя отредактировать его определить доступ к приложению самая полная самая полная роль здесь на скриншоте видно есть роли пользователя их несколько большинство из них технические самые важные это владелец абонента и пользователь абонента по администратору средства адаптации это больше к разработчикам если у вас есть свой разработчик можно его добавить вот но самое главное первые и вы когда зарегистрируйтесь у вас будет роль владелец абонента она простыми словами это роль полные права полные права в менеджере сервиса естественно вот владелец абонента ему предоставляется права на все операции позволяет управлять аккаунтом во фреш приложениями средствами адаптациями в том числе правами и ролями пользователей можно добавить пользователей определить им права на запуск конкретного приложения например бухгалтеру по зарплате настроить доступ только к зарплате управления персоналом только к этому приложению здесь на скриншоте можно увидеть приложение бухгалтерия предприятия но в данном случае если мы бухгалтеру даем доступ только к зарплате если он бухгалтер по зарплате Здесь будет заплату по персоналам, запуск. Можно назначить на все приложения, какие у вас есть в сервисе. Можно где-то убрать. Если будет пусто, то, соответственно, не сможет туда зайти и работать с этим приложением, с этой баной. На вкладке безопасность можно запретить добавлять других пользователей, чтобы только вы могли это делать. По команде ограничить до, здесь на скриншоте видно ограничить до, можно задать число сеансов. Это ограничить количество сеансов для данного пользователя. Еще хотела бы добавить про добавление пользователя. Здесь на скриншоте видно, что можно добавить нового пользователя, можно добавить существующего пользователя. Добавить нового пользователя здесь скорее имеется в виду с почтой, с электронной почтой, которая еще не была зарегистрированного в фреша. Потому что если вы попробуете создать нового пользователя, но уже с почтой, которая уже есть в сервисе, то система выругается, заругается, что этот пользователь уже есть, существует. Поэтому создание нового пользователя – это добавление пользователя по электронной почте, которой еще не было в фреш. Добавление существующего пользователя – это уже пользователь, который был в фрешном. и вы хотите, чтобы он работал с вашими приложениями. Также добавление существующего пользователя используется, когда, например, бухгалтер на аутсорсе, то есть он уже где-то база ведет, и вы хотите еще добавить его к себе, чтобы он также был и вашей базы. Вы добавляете существующего пользователя, указываете доступ к конкретному приложению и ограничиваете число сеансов. Про сеансы тоже важный момент на самом деле. Рекомендуется их ограничивать до одного, потому что таким образом вы ограничите личными входы с разных устройств на разных вкладах браузера, в разных браузерах одного пользователя. По фрешам, как я говорила ранее, нету клиентских лицензий на машине, есть сеансы. То есть если у вас по подписке доступ 5 сеансов, то если бухгалтер откроет у себя в одном браузере зайдет во фреш, потом зайдет домой, откроет там на компьютере во фреш, зайдет еще там еще где-то зайдет во фреш, то это будет три сеанса. Три сразу же сеанса, потому что пользователь зашел на трех машинах. Поэтому рекомендуется, три сеанса из пяти уже занято. А если у вас реально пять сотрудников работает и один занял три, то на остальных не хватит. Система считает активные сеансы, и если пять будет занято, то шестому будет выходить сообщение, вы уже ограничили, вышли, использовали лимит по количеству сеансов. Во фреша это все контролируется. Поэтому рекомендуется сразу ставить лимит, ограничивать до одного сеанса на каждого пользователя. В этом случае, если он зашел на одном компьютере уже во фреш и захочет еще дома зайти во фреш поработать, то там при втором сеансе уже выйдет сообщение, что вы тоже израсходовали свой лимит. И здесь только дать выйти с другого компьютера завершить сеанс и зайти уже дома тогда удастся. Если же количество сеансов нужно больше, то, как говорила в самом начале, то доплачивается за каждый сеанс во фреше. Дополнительных сеансов дополнительная подписка, чтобы вы могли за десять и больше сеансов использовать. Так, еще возможность, если необходимо выгнать сеанс, завершить сеанс, да, принудительно, когда стоит ограничение. Вот в частности бывает часто такое. Тоже есть такая возможность через тот же личный кабинет менеджер сервиса. Есть кнопочка активные пользователи. Вот она у меня как раз таки была. Да, активные пользователи. При нажатии на нее открывается список активных пользователей. Сейчас он появится. Да, вот мы видим, что есть два активных пользователя. Видно, когда начало работы, что работать через веб-клиент, это значит в браузере. Ну да, у меня открыто в браузере. Если это через тонкий клиент, будет написан тонкий клиент. Здесь можно выбрать, кого вы хотите выгнать. Ну, простыми словами выгнать, или чей сеанс вы хотите завершить. И нажать завершить сеансы. Может попросить ваш пароль. Ввести пароль от фреша. Можете попросить. Если сохранится настройка. Вот. Ввести пароль от фреш, и сеанс завершится. И вы можете у себя заходить. Да, если у вас проблема была с ограничением по количеству сеансов. И не пускал в базу для работы. Так. Возвращаемся к презентации. Обмен данными. Цель сервиса 1С фреш – это максимальное удобство пользователя. Когда учет можно вести в 1С, где все в одном месте. И чтобы работа была эффективной, система позволяет настроить обмен данными между приложениями. Или синхронизацию данных между приложениями. Например, можно настроить синхронизацию обмен между зарплат управленным персоналом и бухгалтерией. Настройка синхронизации поддерживается в облаке через менеджер сервиса. Вот у нас приншот открыт. Есть ссылка «Синхронизация». Нажимаем на синхронизацию, так как у меня ни одной не настроенность было, поэтому список был пустой. Когда уже настроен, здесь список заполнен. Нажимаем «Добавить синхронизацию данных» и указываем, какое приложение, и какие приложения необходимы для обменивания между собой. Нужно иметь в виду, что не все облачные приложения могут обмениваться между собой. Не все. Умеют такую возможность, несмотря на то, что видите универсальный дом данными, Enterprise Data, которая на сегодняшний день большинство конфигураций 1С поддерживается, но обмен можно пока настроить не со всеми. например, та же бухгалтерия, она пока обменивается за твас. Естественно, с улыбкой можно настроить интеграцию, синхронизацию точнее. Дальше. Чем дальше. Пользователи про доработку. Пользователи локальных версий 1С знают, что можно расширить функционал за счет использования внешних отчетов, обработок, расширений, внешней печатной формы. Можно доработать. А также можно доработать конфигурацию программы и внутри, когда непосредственно конфигурация снимается от поддержки, приведет к сложности обновлений, затруднениям и так далее. Но можно менять и саму конфигурацию внутри. Так вот, в случае, когда у вас конфигурация изменена внутри, во фреш вам будет проблематично перейти, потому что измененные конфигурации во фреш не поддерживают. Только типовые. Если у вас доработки внешне, сделано расширение или дополнительный отчет об обработке печатной формы, в этом случае есть велика вероятность, что можно будет с этим работать во фреш. Если открывать обработку стандартным путем, как вот в локальных версиях, есть возможность через файл открыть и открыть обработку, файл открыть и открыть отчет, то есть сформировать. То есть здесь во фреше это не сработает, у вас выйдет сообщение о нарушении прав доступа. Это ограничение связано с политикой безопасности, один из фреш. Любая внешняя обработка, отчеты, расширение, все проверяется, прежде чем использовать в сервисе. Процесс проверки называется аудитом и доработкой можно будет пользоваться во фреш только после успешного прохождения аудита. Как добавить в свою обработку расширение в 1С фреш? Необходимо отправить эту доработку в обслуживающую организацию. там, где вы платите за фреш, да, то у вас обслуживающая организация 1С, партнер 1С. Необходимо отправить им с просьбой, что вам нужно эту доработку во фреш, чтобы она работала во фреш. И только обслуживающая организация, у которых есть права разработчиков, они могут отправлять эти обработки на аудит. Аудит обычно занимает 1-2 рабочих дня. Ну, обычно первичный аудит занимает 1-2 рабочих дня. В результате будет либо успешное прохождение аудита, когда все можно ставить, подключать в нужные базы и работать с обработкой. Либо же придет список замечаний, то есть аудит пройден не будет, придет список замечаний аудита, который нужно будет исправлять, дорабатывать для того, чтобы снова потом отправить на аудит и так до успешного завершения аудита. Бывают случаи, когда аудит не проходит, потому что есть регламент, и фреш, например, не допускает универсальные обработки к себе, потому что это приводит к нагрузке сервера универсальной обработки. И бывали, и у меня в практике бывали случаи, когда отказывали, что по регламенту не проходит, тогда этой обработкой нельзя пользоваться. Здесь в данном случае только остается обработку из универсальной делать более конкретной, под частный случай, для чего она нужна, что она должна подгружать и так далее. И тогда можно выйти из ситуации, и да, аудит будет пройден. Но, опять-таки, это уже частные, индивидуальные ситуации, это нужно смотреть в конкретный случай. Что делается после успешного прохождения аудита? То есть мы отправили обработки или расширение на аудит. Дальше нам нужно подключить. После успешного прохождения аудита они появятся у вас в списке под ссылки адаптация в мониторе сервиса и ссылка адаптация. После успешного прохождения они здесь у вас появятся с зелененькими галочками. Вот такими зелененькими галочками как признак, что успешный аудит пройден. И дальше нужно будет установить нужное приложение. То есть если вы сделали обработку, отправляли, которая вам нужна в бухгалтерии, то здесь нужно нажать установить и выбрать, куда установить, какое приложение в бухгалтерии, который у вас есть. Если это для зарплаты, то указать, какое приложение для зарплаты можно установить. Установка проходит по нажатию кнопки, запускается процесс установки. Довольно быстро проходит установка. Единственное, что потом нужно будет в базу перезайти. Нужно будет выйти и зайти, чтобы появилась эта обработка. Расширение устанавливается точно таким же образом. На закладке расширения убираете нужное, установить, удалить. Удаление по этой же кнопке происходит, указываете, нажимаете эту кнопку, убираете приложение, из которого нужно удалить доработку, и она удаляется. Можно устанавливать массово. То есть, если у вас много баз, с которыми вы работаете, то можно прям массово выбрать там, выбрать и установить во все, либо удалить во всех из всех баз. Для просмотра уже установленных расширений, отчетов, доработок во фрэше, или в локальной базе, например, посмотреть, а есть ли вообще у меня доработки. Бывает, что кто-то когда-то просил уже, пользователи бухгалтера все менялись и уже не знают, что вообще доработа не доработана. Туда же можно идти, в раздел администрирования, печатные формы, отчеты и обработки. Заходите туда и смотрите по ссылке. Если у меня скрина нет, например, в пустой базе, вот здесь да будет администрирование, печатные формы, отчеты и обработки. Вот, есть ли ссылки расширения и дополнительные отчеты обработки. Идем с вами по ссылке расширения. Если пусто, значит ничего не стоит. Если есть, значит есть дополнительные расширения. Если вы смотрели дополнительные отчеты обработки, то же самое здесь. Смотрите, если пустой список, значит у вас ничего не стоит. Если есть, значит используйте дополнительные отчеты обработки, они подключены. Если вы проходите по этим ссылкам в локальной версии 1С, сейчас думаете, вот переходите и работайте в сервис, и вам надо бы, чтобы доработки тоже ваши были. Вы хотите ими пользоваться. В данном случае, если у вас здесь что-то есть в дополнительных отчетных обработках и в расширениях тоже что-то есть, то это вот вам такой знак, маячок о том, что вам нужно перед тем, как переходить во фреш, сохранить их и отправить в обслуживающую организацию, где вы собираетесь получить, покупать за подписку для фреша или кто вас будет переводить во фреш, что вам нужно, чтобы эти доработки тоже работали во фреш. И они вам скажут, да, можно, да, нельзя, и сразу же даже на аудит можно их уже отправлять. Чтобы у вас уже было все готово непосредственно, когда будете базу ставить. Так, все, что хотела рассказать про возможности добавления доработок других разработчиков. То есть сейчас мы говорили про то, что у вас сейчас есть, и вы хотели бы, чтобы это у вас было еще и во фреш, эти доработки. Если мы говорим про другой функционал разработок других программистов разработчиков, во фреш есть функционал магазина расширения. Есть такой, его называют магазин, на самом деле это каталог доработок разработчиков. И он тоже доступен всем, кто работает во фреш, для разных приложений. И он уже устанавливается из самой программы, из самого приложения. Здесь, на самом деле, очень много разработок, которые дополняют и адаптируют одинос. Как туда попасть? В бухгалтерии, на начальной странице, не обязательно бухгалтерию, и в рознице, и в УНФ, и в зарплате, везде, на начальной странице, есть ссылка в поддержке магазина расширений. Расширения есть платные, и есть те, которые публикуются бесплатно. Можно устанавливать фильтры, отбирать, например, настраивать только бесплатные расширения. Здесь мы видим, кто разработчик расширений. Можно открыть, посмотреть. Сейчас, например, свеженькие, свеженькие расширения на той неделе, во вторник, вышло расширение. А, оно платное. Кстати говоря, оно платное. Так. А вот есть бесплатное заполнение остатков. Правильно? Мне, может, демо базе он не покажет, но тоже вот на сайте Фрэша буквально есть свежая новость 24 сентября. Заполнение остатков на складе. Оно бесплатное. Бухгалтерии можно использовать в документах, как вот реализация, в реализациях, в требованиях накладных, насколько я помню, в перемещениях. Везде там появляется кнопочка «Заполнить по остаткам». И заполняется заполняется табличная связь документа. Очень удобно. Много кто просил. Сейчас это сделали, оно доступно, но бесплатно. есть еще ассистент. Но ассистент галтера вот сверка взаиморасчетов, он ассистент в 14-го «Заполнить по остаткам. Ассистент галтера» «Заполнить по остаткам». Можно расширение открывать в списке в магазине расширения, смотреть описание, информация, картинки, как пользоваться, подробное описание. Есть во всех платных и бесплатных отзывы и установка проходит по кнопочке, которая есть в самой карточке расширения. Например, бесплатный, теки по документу, там тоже кнопочка «Установить» и указываете. Нажимаете «Установить», здесь указывать именно приложение уже не надо, потому что вы из самого приложения нажимаете «Установить» и, соответственно, оно будет основано здесь. Просто программа перезапустится, перезайдет, чтобы оно стало активным. Так, что еще хотела добавить? При работе... Так, здесь я показывала. «Установить». Показывала. Так, добавить про доработку хотела, что при работе с облачной 1С можно подключать внешние доработки, отчеты, печатные формы, расширение типовых конфигураций. Но не любая обработка, найденная в интернете, подойдет для работы во фреш. Существует требование к доработкам. То есть, если вы найдете что-то в интернете, нужно понимать, что не факт, что оно сработает во фреш. Ну, во-первых, не факт, что оно сработает у вас в локальной версии. Нужно, чтобы было в описании, прежде чем скачивать что-то бесплатное или покупать какую-то доработку. Везде должно указануться, для какой версии подходит. И разработчики, большинство, я замечаю, все больше указывают отдельно версию какой-то обработки для фреш. Почему это делается? Потому что во фреш есть определенный регламент, и туда не подходит все. Нужно соблюдать четкие требования. Если не было указано разработчикам, что она подходит для фреш, то лучше, прежде чем приобрести, уточнить, подойдет ли эта версия для работы во фреш. Кто-то идет навстречу и правит, и отправляет специальную версию для фреша. Кто-то отвечает, что нет, не подходит, и тогда у вас, соответственно, проблемы будут, что вы ожидали работы для обработки, а она перед ней работает. В общем, это важно понимать, что если вы берете что-то с интернета, какую-то обработку, расширение, неважно, нужно учитывать и уточнять именно для фреша, подходит ли это или нет. Так, на этом основная часть завершена. Рассказала все, что хотела рассказать. Показала все, что хотела показать. И новые новиночки во фреше, вот то, что у меня открыто, это тоже просто на сайте фреш. Можно открыть новости. И там есть новости и про ассистент бухгалтера, в каких приложениях он поддерживается, как им пользоваться. И про заполнение поставка. Тоже там можно очисточить. Как его устанавливать, подробненько все рассказывается. Как пример. Это вот то, что такое полезное и сейчас начинает обороты, потому что много кто просил это. Так. Что касается вопросов голоса. По поводу персональных данных. Да. Соответствует закону персональных данных. И как вот я показывала в самом начале, даже госучреждения работают. Работают во фреше. Без каких-либо проблем, да, зарплата, бухгалтерский учет. Есть такое. Запись вебинара идет, будет. Запись вебинара будет выложена. Можете там также писать вопросы или сейчас в чате, что вас интересует, что, может быть, еще рассказать про фреш более подробно. Комментарии будет на наших информационных каналах выложена запись. В комментарии тоже можно написать вопрос. Ответим там же, либо соберем их и также проведем вебинар, чтобы ответить прям с примерами демонстрации, как что проходит. Спасибо большое, Летя. Благодарю всех, всех, кто присутствовал онлайн и всех, кто будет смотреть в записи и кто досмотрел до конца вебинар. Всех благодарю. Приходите к нам на вебинары. Очень ждем. Все, до встречи на следующих вебинарах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова